Посмотрели на Царшего Небесного, на еще живого Бодного Борисовича. Посмотрели на плоды абрикоса, верхние это мои, то что я ему черенок дарил. Это к слову, я расскажу большим-большим в течение вебинара с огромным почтением к нашим выдающимся садоводам. И повод есть, подчеркиваю, выдающимся, лучшим в России, лучшим в мире. А это, сами понимаете, это просто скромный советский гений. Настолько скромный, что его сейчас наука не знает. Но этого не будем пока грузом. Итак, начинаем. Значит, я всеядный, все беремлющий. Я не могу, будучи гражданом России, пройти мимо этого странного явления, которое называется огромные деньги, если взять страну, миллиарды деревьев побеленных, уже и покрашенных. Часть уже красят, я рассказывал, показывал фотографии. Я сам был в шоке. Это, валый цвет, да, зеленый цвет, да, деревья красят, дикоросы. Так вот, здесь же, где я делал фотографии 9 микроин, невозможно, ямы на яме. Вот ямы уже, я их помню столько, сколько лет я в этот микроин ездил. То есть, больше 30 где-то лет. Эти ямы все еще ни одна не заделаны до сих пор. А деньги тратят, белят, белят. А зачем? Вот если бы взять тех, кто за это отвечает, на уровне города, муниципалитета, как принято говорить, области, районы, республики, страны, собрать бы их в один зал, начиная с самых главных министров, и сказать, зачем? Вот просто внезапно. Вот они не знают это. И вот они сидят, хлопают, главают, зачем? Один из тысячи вспомнит, что в войну белили деревья, чтобы ночью не это. Когда колонны автомобиля скрытно передвигались, нельзя было зажигать фары. Вот. Но это понятно, это война. А сейчас уже я не говорю, зачем, я говорю, за что? Деньги из кармана. Ну, эти бы деньги, эти дороги, там же всего-то там, ну, немалые деньги. Но уже давно бы все было бы отремонтированной дороги. Видите, как я не мог пройти мимо этого? Это одна тема. Почему я говорю здесь, где меня услышат, вначале, там, за сутки 300 человек, потом за месяц еще 300, и за год тысяча. Все. К сожалению. И среди них не будет ни министру капиталистов, ни кого-то из тех, от которых принимают решение. Но мы с братом создали, Железовым Юрием Владимировичем, вот, еще несколькими моими помощниками, пять тысяч фильмов. Умножаем на пять тысяч. Ведь какой-то пуля попадет однажды, кто-то скажет, да сколько можем, мы и так, и нам денег ни на что не хватает. Вы не верите любому мэру, а? А на эту херню, извините за выражение, на побелку дерево хватает. А это нанятые люди. Оба я мимо них прошелся, а не оба, а это из Средней Азии, легко отличить. Это скрытая безработица. Нашли, за что-то им заплатили, но дороги ремонтировать некому. Ладно, высказался, я не мог пройти, а я, гражданин России. Так, теперь, мой чендарь, вот, я сейчас такого наговорю. Валерий Константинович, спасибо за котики абрикосов. Вы еще добавили подарок рыжей. Мы очень рады. Половина сильно поросли, остальные на выходе набухли. Все посадили, с божной помощью все получится. В огороде у нас теперь большой ассортимент Железова. Не хочется подводить вас. Есть с чем экспериментировать. А дальше, внимание, ради чего я это? У меня же сотни писем. Почему это? Мы, так же, как и вы, часть для продажи. Я всех подбиваю. Ребята, продавайте. Вытесняйте всю эту херню. Сегодня опять, вчера, позавчера. К Сергею едут покупатели сальций, и все говорят, все мертво, 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 мертво. А ваши все живы, живы. Я говорю, вот клянусь богом, ни один не сказал, что уходи один саженец Железова. Наверное, такие саженцы бывают, если взять сотни. Может, все сотни, один, два, три, может, мертвые. Бывает, все бывает. Такие патогенные зоны бывают. Вот. И как бывало, то и собака укусит. Все бывало. И заяц обгрыз. Но, у остальных-то из рынка, у них они даже не просыпаются. Вот. Ну, вы другие фильмы смотрите. Там я чаще эту тему поднимаю. Итак. Часть на продаже. Благословляю. Ссылайтесь на меня. Вот. А остальные нуждающимся. Ну, это вообще. Я тут же раскисаю. Говорю. Ну, что же вы не сказали. Я сейчас нуждаюсь. Я вам еще и скидку сделал больше. И так делаю. Вот. Сады. Да еще привлечь детей. Созинательное дело. Боженька не осудит. С наступающей Пасхой. Знаете, как получилось. Я люблю. Драматизм был, когда я говорил, что дороги не делают, а дырную работу делают. Зачем-то дикоросы белят. Еще бы в тайгу бы пошли, и там бы белили. А почему нет? Деньги девать некуда. Так вот. Когда у меня надо... Крещен греко-католическая церковь. И когда мне надо... Запрещают работать как католику. Я говорю, я... Я хожу в православную церковь. И правда хожу. Вот. А когда наступает Пасха православная, я говорю, извините, я крещен греко-католической церковью. Ну, почему-то не боюсь я работать, и все в этом самом. Такие большие праздники. Не боюсь. И вот. А дальше будет человек, который меня поддержит. Вот. А пока, что я пишу. Это был живой человек, который пишет. Боженька нас не осудит. Не, напиваться можно в Пасху. А нам работать нельзя. Ладно, проехали. Так вот, Данил Каеван Алексеев из города Омска. Спасибо, вы меня поддержали морально. Теперь так. Вот это... Эта... Фотография сделана сегодня, нет? А нет, четыре дня назад. Значит, это у меня, у Сергея, сенцы абрикосов, которые он вырастил и... Так сейчас скажу. А, простой посадкой осенью. А вот это вот, слева, я брал панораму, чтобы показать несколько тем. Вот несколько тем. Одна из них, вот это вот, тоже абрикосы, это уже другая грядка. Тоже манжурские абрикосы, тоже на подвой. Но, после статификации. Как видите, можем. Вот, дальше теперь. Ну, и дальше грустное. С этого участка, обозримого, было выпилено около десяти абрикосов, уже не манжурских, а привитых. Ну, может, пять, может, восемь, в общем. Мешали питомнику. Любой из них сделал бы славу научному учреждению любому. Ну, так уж получается. Земли для нас как не было, так и нет. Так. Теперь. Павел Троценко. Он мне написал письмо, я от него никак не ожидал такого письма. Растерялся. Бывает ночью, вроде, сплю или не сплю, а в голове что-то вертится. Итак. Валерий Константинович, здравия вам. Ну, а кто не знает Павла Троценко? Три книги, он редактор. А третью книгу, уже чуть ли не автор. Это он так перекроил. Как сказать, вышел всю информацию с моих этих самых материалов. Получилась третья книга, я сам не узнал. Чётко понятно. Ни одного слова воды, как я вот привык поговорить. Вот. Вот это и есть Павел Троценко. Дальше. Он мне вдруг так пишет. Валерий Константинович, здравия, что значит быть настоящим садоводом? Ведь каждый из нас видит идеальный сад по-своему. Обычный человек, видя идеальные ряды, расстояние яркие цветы. Сейчас я вот это, это сам. Подстереченное дерево, газоны. Говорит, что это красивый сад и сделал его выдающий садовод. Так. Теперь. Большинство восхищается и садом, и выдающим садоводом. Вот. К вашему саду, надо было здесь слова, но. Но к вашему саду я встречал комментарии, где люди сравнивали запущенные дачи. Совершенно верно. Так и есть. Я не обижаюсь даже на это. Ой, как интересное письмо. Так вот. Смотрите. Я еще не дочитал до конца, а уже комментирую. Я не могу иначе. Ну, я же обещал вам ответить на вебинаре. Итак. Идеальные ряды, расстояние яркие цветы, постережные деревья, газоны. Знаешь, что не хватает? Плодов не хватает. И так по всей России. Ой, боженьки ты мой. Придумали ландшафтный дизайн. Херачат деревья этими ножницами. Покупайте ножницы. Специальные бензопилы. Но не такие вот, что мы эти, которыми биковые эти деревья режут. Аккуратненькие пилки. Они же еще и электрические. Они еще и на аккумуляторах. И вот этот сад. Раз из него четырехугольный этот сделал. Иди. Так. Ну, в общем, вы поняли, да? А то я сейчас такого наговорю. Вот то у них и есть идеальный сад. Вы поняли, что я против такого сада? Что первым делом в саду должно быть? Плоды. Идем дальше. Запущенная дача. А, извините. Запущенная дача. Это газон, который лучше бы чуть почаще. Но не хватает. То бензина, то здоровья. Не хватает. А бензопилы имеют свойство ломаться. Так же, как люди. Вот. И получается. Где-то вовремя. И он уже по колено. И вот когда смотришь на это, разнотравит по колено. Какая там красота. Красивый сад. Это идеальный газончик, да? Но на нем не растут плоды. Вы поняли? Вот на том идеальном газончике ни хрена нет, кроме травы. Аккуратно подстриженной. А вот. Идем дальше. Он пишет. У любого действия есть мотив. Изначально мысль или воля. Кто-то делал для себя, кто-то для других, кто-то для Бога. Ну, для Бога мы не принято у нас делать. Вот. У нас и принято наоборот. Извращать все. Что нам Бог дал, все это изворотить, искалечить, изувечить. Мы об этом поговорим. Вот. Как создать сад для Бога? Нам сейчас нужно создать сады для очень небогатых людей. Вы знаете, богатые, которые так же, как и мы, едят отравленные фрукты, причем едят в 10 раз больше. Если брать совершенно беднотой, в 100 раз больше. Ну, есть же, наверное, дети, я таких знаю, которые, если ему не подарю яблоко, он за год не съест ни одного яблока. Ну, разве что в садике. Я помню, когда я внуков водил в садик, уходим оттуда, одел ребенка, а дают яблоко, в руки прям. Ну, то есть, или там на этой, на кабинке уже лежит яблоко. Вот только так, а другого не видать было. Вот такой, такой у нас уровень жизни. Вот. А тут хотя бы яблоко с садика. Так вот. Значит, сад для Бога не нужен, нужен сад для небогатых людей. Небогатые люди имели всегда сады, а потом их забросили в основном. Вот. Как еще вернемся к этому? А от Бога чего это самое? Бог, он как-то, знаете, если он даже ест фрукты, то у него проблем с этим нет. Знаете, почему? Вот когда в иной мир выходили вот эти люди, да, вот эти люди. Вот. И причем преждевременно. Та же, как Латинков, та же, как Долматов, та же, как Боднер. Мне кажется, их раньше времени забрали, то они там нужнее. Жизнь вечная. Вы спорить со мной будете? Бесполезно. Я же был на том свете. Со мной попробую поспорить. Так вот. Дальше смотрим. Значит, что получается? Пробовал я лаконично ответить Павлу Троценко. Значит, для людей, для небогатых. Богатых не жалко, даже если они отравленные фрукты едят. Ну, как-то не жалко их. Итак, пункт за номером 0. Почему 0? Сейчас поймете. потрудиться. Это значит выявить потенциал деревьев. Вот тут одного слова не хватает. Деревьев. Так. Первый пункт. Чтобы только отдыхать. А что? Елена Александровна Савельевич, мы сейчас с вами будем вместе, как бы. Вы незримо будете сейчас присутствовать. Вот. А вы что, у меня урабатывали, что ли? А? Вспоминаю. Нет? Правильно. Дальше. Потом. Вырасти самые вкусные плоды. И чтобы не замерзал. Вот всего лишь, всего лишь, всего лишь, всего лишь. Это если все, что я перед этим говорил, четыре пункта. Идем дальше. Вот эта подлая вещь я только сейчас получил. Вот только сейчас. Нет, вчера. Сегодня, вчера. Эта подлая вещь продолжает. Мы еще будем говорить о, знаете, о чем? О том, что это настолько подло, настолько примитивно, рассчитано на абсолютно неграмотную, бесполезную, ненужную школьную программу. Вы когда-нибудь слышали, что дети мечтают взорвать школу? После такой учебы я уже ничему не удивляюсь. А я такое слышал. Вот. Вы не знаете, как это? Пусть это было давно. Это было еще, 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 еще лет 30 назад. В школе били стекла. Это от чего? Школа праздник для них была? Так вот. А потом, это дело в том, что их так научили, возникли, ненавидеть даже биологию, ботанику, что они верят вот этому. Фрукты, созревание за 3 месяца. То есть человек покупает косточку, семечку, вот за черешня, через 3 месяца вот ящик с плодами. Это норма. Заметьте, они через 3 года, через 3 года невозможно. И я это не смогу. Хоть многие называют меня волшебником. И я этого не смогу за 3 года. Там только по 2 хотя бы год растить. Прямой надо растить. Вот. короче, за 3 месяца и 4 урожая в год. И ведь это покупает. Я уже, я рассказывал, на самом первых изданиях было, там мою фамилию, фотографию прицепили. Для чего? Она промелькалась, значит, влепил фотографию железа, и всё. А люди, где-то я это увидел. По-моему, наверное, если, наверное, не врет, что у него это у железа выросло. Вот. Ну, правда, там фамилию изменили, но фотография-то моя. Потом опять же всё так же оставили. И якобы я письмо им написал, только уже третья была, вторая фотография. Через год третья фотография. И вот так каждый год. А ведь они же за это деньги платят, за ту же рекламу. Значит, берут, значит, кто-то, окупаемость есть, значит, рассылают по стране. Значит, есть люди такие. Ну, наверное, это те, кто стёкла бил в своё время в школах и такие. А или просто люди, которые, это, недалёкие. Но это всё реально. Значит, что будем делать, так же, как с побелкой деревьев, дикоросов. Тоже с этим воевать будем. Ну, теперь о чём-нибудь хорошем. У меня глаз отдыхает на этой фотографии. То есть, ещё кто-то ещё чего-то садит. В данном случае это моя племянница Юлия Сергея Альмельникова. Наверное, не больше десяти человек, кто у него год, у неё годом раньше, она собрала посылки, она сама порастила несколько кустиков шелковицы, несколько кустиков смородины, несколько кустиков крыжовника и несколько кустиков ну, ещё чего-то. Нет, хочу вспомнить. Несколько кустиков жимолости. Причём, такая жимолость, что вот тут итак, что она делает? Сейчас она посадила ну, зайдёт, вот смотрите внимательно, вот это она садила. Ну, не пропадать же добру, правильно? Сколько взойдёт, сто двести, они уже всходят. И Сергей принципиальный, Сергей Железов, это её, кстати, двоюродный брат, чтобы вы не думали, что тут случайные люди, нет, это одна команда, но он принципиально сказал, я непривитая продавать не буду, а вы знаете, с таким авторитетом, вот когда у вас вот такой вырастет, смотрите, вот такой вот, вот, а это есть его авторитет, поняли? Вот это вот, смотрите, вот, вот это есть его авторитет, вот, кстати, вот, а я не мог найти эти фотографии, это у меня тема была, ну, с одной стороны, этот, амур опылил, с одной стороны дерева, вот она, а я искал, зараза, вот, тема это была, помните, это, даже не гибридизация, и не ветровое опыление, это, господи, Терегония, прямое опыление, переделка свойств, вот она, вот она, вот она, вот это одна, где она делась, крул, куда ты, а вот она, вот, а с другой стороны, фотографии, плоти размером с танец и мяч, но не пинг-понговый, а насящий теннис, вот только что я не успел их сфотографировать, вот, ладно, поняли, теперь, значит, это хорошо, я потом еще к этой теме вернусь, одна полная неделя, вот такие, а другая, вот такие, да тоже хорошо, вот, ну, интересно, ну, елки-палки, ну, Лена Александровна, когда тебя больше выступать, сейбоны, а это считается, тоже лженаука, нету никакой телегонии, нету, надо же поразоработать авторитет, чтобы они смеялись и аплодировали, вот, а мне можно говорить, что телегония существует, идем дальше, ну, это так, отвлекся, и так, если Сергей только привитый, а это значит, у людей всходит такое, плоды такие, что, ну, это действительно первый в России, но тут никуда не денется, да, вот, а непривитые, вот, пожалуйста, а непривитые, я вам уже не сегодня, у меня столько тем, но я вам однажды расскажу, покажу, это самое, реферат самого директора Минского института, вот, самого директора, самого, да, у, это такая личность, вот, значит, и, что он сделал с этими же, такими же сенцами, как он их довел до плодоношения, за несколько лет рекордного урожая, минус 9 выдерживает, ну, это мои, только он забыл сказать, что мои, а со мной все правильно, так вот, именно такие, вот сенцы, она сейчас будет садить, значит, для чего здесь телефон, я использую такой момент, а куда мне деваться, значит, смотрите, уже заранее кто-то может, нет, сегодня лучше деньги не платить, потому что еще до осени дожить надо, вот, а просто связь держать, чтобы она вас уже куда-то записала, в свой грозбух, вот, чтобы там был ваш телефон, ваши данные, потом, если чего она вам напомнит об этом, потому что отказаться, а продавать будет, ну, и смотря от спроса, ну, ну, 500 рублей, это, в конце концов, бутылка паршивой водки, согласитесь, кто разбирается в напитках, поняли, да, это будет одно из его направлений, она еще посадила косточки, персика, персика, косточки, у нее все сходят, я вам этого не говорил, вот, тогда что еще будет это, то, что называется, как это называется, целпотворение, так, ну, посмотрели, как это называется,